2 2 2 монаха переходили через реку вот одна очень красивая молодая девушка стояла на берегу сказала уже очень поздно я не смогу сама перейти через эту реку потому что я боюсь воды вот перенесите меня пожалуйста туда вот я вам буду на всю жизнь благодарна они говорят ну мы вообще-то монахи мы не можем даже касаться женщин она говорит ну пожалуйста я в данном случае просто человек не женщина мне нужно домой и у лодка уже не приплывет потому что она уже он перестал работать лодочек все один монах взял посадил ее себе на шею перенес как бы ее через реку и потом она пошла себе домой они идут два монаха и другой монах говорит как ты можешь теперь жить тот говорит о чем ты вообще говоришь он говорит но об этом о чем о том что произошло он гулятью произошло ну что вот сейчас с тобой происходит он говорит я молитву читаю а с тобой что происходит он врата я думаю о том что ты сделал он говорит так я че сделал я взял ее на шею молился богу в это время пронес снял и пошел дальше то есть я ее пронес на своей шее всего 20 минут а ты уже в своей башке и и час несешь знаете я говорю об этом сейчас а потом как мы воспринимаем жизнь мы вот не видим ничего хорошего понимаете и привязываемся к тому что у нас плохого есть и дальше вся наша жизнь рушится из-за этого ну то есть я вам вчера говорил то в принципе просто неправильное мышление человек не должен так жить потому что если он хочет победить судьбу и помочь себе в этом вопросе он должен силой воли молитвой отвлечься от этого вопроса перестать на него реагировать и сразу же это означает принятие и сразу же она вот эта женщина начнет вести себя легче потому что вы будете побеждать судьбу таким образом наполняясь человек думая о чем-то другом он начинает сначала успокаивается потом принимает ситуацию по допустим идет война два воина один повоевал и потом начинает песни петь там допустим какие-то красивые вот темная ночь только пули свистят по степи верю в тебя в дорогую подругу мою это вера от пули меня темной ночью хранила и потом спать ложится спокойно а второй все время думает о следующем сражении кто из них выживет а кто нет кто поет тут выживет потому что он отвлекся он начал наполняться он вспоминает свою жену детей и потом эта сила она побеждает дальше его судьбу а второй который думает о сражении он сгорит в этих мыслях и погибнет